большие яхты всегда привлекают внимание большие парусные яхты да и от них никогда нельзя оторваться ими всегда хочется любоваться восхищаться заходить на них можно всегда смотреть как они идут под парусом это процесс вечный и мы с огромным удовольствием сегодня вам показываем новый флагман верфи фонтен пажо новый катамаран тира 80 это лодка дизайна оливьера купо и он опять не подвел то есть это действительно классная технологичная энергетически независимая яхта с великолепным дизайном я бы сказал с продуманностью до мелочей и на данный момент это один из самых красивейших катамаранов такой длины он действительно очень изящный тоже время продуманный внутри новый флагман от версии фонтен-пажо тира 80 а с вами саша горон и сегодня мы на каннском яхте на фестивале вам показываем вот такой прекрасный катамаран тира 80 от фонтен-пажо пошли что ж друзья вот мы сейчас на платформе мы зашли на нашу тиру 80 и мы находимся на большой действительно платформе для тендера для тузика эту платформу можно использовать как пляж как просто дополнительное место она может быть продолжением трансов это опциональная платформа то есть стандарте здесь платформа которая выдерживает тузик 750 килограмм а именно эта платформа она выдерживает нагрузку 2 тонны то есть 2 тонны штендер может быть по длине сама платформа почти пять с половиной метров то есть тузик где-то 480 под пять метров вы можете здесь разместить здесь можно поставить кредлы и у нас здесь в торце обратите внимание здесь у нас есть еще трапе который выдвигается то есть вы сможете пользоваться ею для выхода на берег сейчас бенджамин нам демонстрирует как двигается платформа платформа действительно большая покрыта она это не тик да это и рока у нас тик сейчас запрещен к экспорту и за моей спиной давайте обрати внимание находится гараж для гидроцикла востребованная штука вот то есть он с гидравлическим подъемником вот здесь гараж сюда можно разместить с гидроцикл еще дополнительных игрушек на что еще хочу обратить ваше внимание ребята интересное решение вот посмотрите сюда вот здесь спрятали все штуцеры здесь по воде вот там по электричеству подключения и в итоге у вас ничего не торчит и сделали тут такие проходники то есть вы можете подключить воду опустить капот вот и у вас ничего не торчит у вас все спрятано все электрические резетки спрятаны и это отличное решение вот видите здесь проходят кабеля мы капот опускаем и оно все как бы там спрятано в то же время не передавливается отличное хорошее инженерное решение очень мне понравилась система подъема то есть здесь нету какого-то крана то есть вам не надо специального удостоверения крановщика здесь вот такая рамка которая его переносит на платформу и вы из платформы его спускаете и все очень элегантное с инженерной точки зрения решения и когда он опускается здесь получается большой огромный такой лежак для солнечных ванн и давайте выше посмотрим то что я буду показывать в течение всего обзора то что меня действительно впечатлило это вот полупрозрачные солнечные панели да то есть они на стеклянной подложке сделаны у них хороший коэффициент они хорошие кпд и в то же время оливьер купо их вот сделал таким образом как элемент дизайна он их интегрировал они размещены повсюду повсюду и производят вам электроэнергию я восхищаюсь этим решением это действительно вещь которая заслуживает похвалы вот и посмотрите отсюда они уже прекрасно выглядят пошли дальше сразу не применим осмотреть моторный отсек а он у нас даже не моторный отсек а такое настоящее моторное отделение хо 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 посмотрите на эту красоту но мотористы должны сейчас возрадоваться давайте заглянем вовнутрь да уж это машинное отделение действительно такое нормальное машинное отделение у нас здесь и у нас на борт подвезли двигатели каменс мощностью 425 лошадиных сил у нас расход расход при скорости 9 10 узлов порядка 30-35 литров на оба двигателя это просто фантастически то есть оцените вы увидите объем этого дома у него высокая мореходность в отличие там от азимутов и принцесс всяких и расход 35 литров на 10 узлах он может идти в нормальную волну ребята в то время когда там сан-сикеры и принцессы просто все пасут задних эта лодка идет при вот таком смешном расходе вот это опциональные двигатели минимальные 170 и можно выбирать несколько вариантов двигателей volvo penta янмар либо каменс вот что еще мы здесь имеем у нас здесь чиллеры 3 чиллера системы кондиционирования генератор коллер мощные инверторы стоят большое количество инверторов вот таким вот образом на порт сайде у нас организовано машинное отделение кроме этого есть у нас вход сверху то есть есть такой лючок если вам во время перехода нужно сюда зайти и обслужить вот то есть вот это дверца у нас водонепроницаемая вот смотрите да мощная а вот вот эту часть можно использовать как дополнительную схованку то есть как дополнительный сторож тут можно еще оборудовать себе всякого полезного вот таким образом классно погнали поднимаемся в наш кокпит и кокпит сразу же начинается уже вот с таких зон то здесь очень много отдельных зон и таких полу зон да где все могут уединиться то здесь вообще никто не будет никому мешать вот здесь уже сделан такой диванчик ну во первых очень классный дизайн респект фонтен-пожо они сменили поставщика подушек они стали более качественными и вот опять же инженерное дизайнерское решение спрятали кабистан утку швартовую здесь то есть во время перехода она вам тут не будет под ногами мешаться биться вы об нее не будете и это здорово пройдем чуть дальше по дороге обращаю ваше внимание вот на такой выход у нас здесь есть вот такой выход да это выход из жилого блока для команды и смотрите опять же он продуман и развернут в сторону то есть среди кокпита не выскочит ваша стюардесса мелочь а продумано и под пройдем дальше то есть не будем заходить сразу в кокпит пойдем вот на это место которое мне очень понравилось опять же дополнительная зона где вы можете уединиться да то есть кусок борта у нас отбрасывается это это не новое решение вы его видели на многих лодках но в данном случае катамаран и так огромный для чего это решение для того чтобы сделать вот такую зону где вы можете себе присесть любоваться морем не катамараном лагун а морем действительно потому что катамаран лагун каких-то эстетических чувств высоких не возбуждает а вот если море пальмы будет достаточно классно и красиво ну вот либо просто вот все здесь сигарку выкурить выкурить хорошую добротную гаванскую сигару и это решение достаточно правильно она идет уже в базе стандартном оснащении опять же в отличие от 77 лагуна где у нас есть откидывающийся борт но ребята плюс сколько он там сто тридцать тысяч евро это стоит во вторых полторы тонны ну и в третьих если эта хрень не закроется будет тяжело зайти как-то впор дойти здесь случае каких-то непредвиденных ситуаций вашего безопасности ничего не мешает вот то есть вот это решение с этим балкончиком просто вот изящно красиво ну и очень очень приятно супер мне очень нравится раз мы уже здесь давайте пройдем в носовой кокпит а потом как-то вот так мы зайдем пройдем и по дороге заметим что ванпутанцы у нас тут прикрыты просто вот дощечкой пластиковой правильно то есть в ваш ребенок или вы не не ударитесь то есть мелочи но все в сторону безопасности утка тоже видите максимально спрятана она опущена сейчас вот перед клюзом она находится все в сторону безопасности продумано и вот подходим к такой вещи которая мне очень понравилась да вот вот этот стеклянный борт вы скажете ну а собственно зачем а затем что здесь вы видите тоже окно опущено линия там весь дизайн мебель это все 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 согласуется с этим и у вас есть дополнительный обзор на море то есть плаустрофобия просто здесь не применимо то есть эта яхта действительно инструмент для получения удовольствия от морских круизов пойдем далее и наш фордек наш носовой кокпит размеры просто поражают просто поражают ребята ой плюх носился такой креслице так вот смотрите у нас здесь два рундука больших с той стороны вам покажу два полуклюза тоже толково сделано один полуклюз уходит в нос один в борт кабистан для удобного муринга у вас то есть все достаточно хорошо продумано здесь у нас каюта экипажа еще одна там есть отдельный блок экипажа здесь нас каюта экипажа со своим душем с туалетом с кроватью вот но она достаточно емкая а на старборде у нас собственно говоря storage такого же размера огромного размера storage вот так вот друзья мои и здесь еще у нас притаилась зарядка посмотрю с той стороны зарядка где можно зарядить свой телефончик класс пошли в кокпит здесь у нас имеется камбуз камбуз я могу сказать ребята что по количеству камбузов и отдельных аудиосистем здесь у нас фьюжн стоит так вот этих камбузов и фьюжнов здесь огромное количество я их даже еще не посчитал то есть у нас есть камбуз здесь камбуз на флайбридже камбуз в салоне камбуз камбузе камбуз кокпите вот ну вот здесь у нас есть такой вот камбузик собственно говоря поэтому друзья мои великолепное решение небольшой холодильник у нас нужно и и правильное в данном случае потому что здесь большой кокпит действительно большой кокпит можно ли здесь гриль разместить можно разместить можно просто поставить сделать дополнительную резетку либо под подвод газа вполне возможно но посмотрите тут нержавеющие сделаны вот такие элементы поддержки действительно хорошо толково сделано мне нравится вот все обводы скажем так этого камбуза и вообще всей мебели очень продумано и действительно классно вот немножко такой налет итальянского дизайна у нас присутствует что еще можем сказать до сетка отсутствует потому что для лодок такого размера сетка уже не нужна то есть она уже не выполняет свою роль безопасности поскольку здесь огромное водоизмещение высокий клиренс вот вы скажете опаньки а вот на лагуне на лагуне есть опция где вы тоже закрываете это все им то есть просто у вас палуба вот таким вот образом здесь у нас наша шикарная фонтеновская дверь вот посмотрите с каким шарниром спрашивают почему фонтен не делает двери на меньших катамаронах потому что дверь должна быть вот такая если вы идете против волны для безопасности дверь должна иметь вот такой запас прочности и не меньше вот на шести засовах таких нержавеющих вот вот это действительно будет безопасность давайте пройдемся у нас здесь два паруса скрутки гидравлические уже видите у нас подведены шланги то есть гидравлические мощные скрутки с нами надо быть поаккуратнее смотрите проходят шкоты вот туда прямо на крышу опять же они здесь никому ни в чем не мешают также у нас скрутка нашего генакера смотрите она уже прямо интегрирована в бушприт вот то есть но полная автоматизация в данном случае вот и джакузи джакузи вынесли максимально вперед зачем чтобы вы могли любоваться морем но или просто вот поглядывать как прыгают дельфинчики то есть лежишь такое джакузи а рядом дельфины такие или касатки вот собственно говоря так и напоследок хочу вам показать обещанный сторож для всяких водных игрушек ребята их два как я сказал вот с того борта с этого борта смотрите достаточно емкий здесь можно даже небольшой тузик разместить а каяки и падал борды сапы другое оборудование здесь разместится аж на бегом очень нужная полезная штука так сколько шагов ну нормально мы прошли шагов и вернулись опять же в наш кокпит то есть здесь фитнесом вы можете ребята заниматься бегать ходить шагомер ваш устанет считать здесь хочу обратить ваше внимание вот тот же балкончик который мы видели на портсайт он поднятый да вот в таком виде выглядит этот борт опять же красиво забыл сказать у нас здесь все покрыто натуральным нитиком это и рока или будут уточню скажу вам какое-то дерево тик к сожалению запрещен сейчас ввозу в евросоюз вот поэтому покрытие действительно очень качественное и здесь придется команде конечно поработать чтоб она оставалась таким же красивым вот и давайте все-таки добежим до нашего кокпита что мы в кокпите и кокпит действительно поражает нисколько своим масштабом да он огромный сколько продуманностью действительно здесь все на своих местах и нет вот этого огромного стола который напоминал просто летное поле мне нравится этот стол во первых он не квадратный у него действительно вот просто отличные линии кто работал сам оливье ракупо либо они приглашали еще кого-то но а вот все эти шейпы все эти курсы мне очень-очень нравятся он действительно выглядит приятно на него на него на сам стол хочется смотреть и здесь размещается достаточное количество людей я считаю ну больше здесь не будет да я думаю что как-то можно его расширить вот так у нас выглядит в поднятом состоянии наш гаражик сейчас вам покажу как опускается эта штука и превращается в отличный сам бас и смотрите друзья какой прекрасный у нас тут диванчик я думаю что это одно из самых лучших мест здесь на этой яхте потому что вы можете полюбоваться закатом восходом место здесь предостаточно предостаточно опять же здесь такие места для ваших гаджетов книжек планшетов подстаканников не хватает вот 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 это да ну это мы можем сделать и как бы добавить для вас диванчиков огромное количество вот эти подушечки двигаются у нас то есть можно сдвинуть поближе подальше то зависимости от того где с какой стороны вы сидите трансформация просто полнейшая и опять же мне нравится сам шейп всего что сделано в интерьере действительно такой вот хорошие итальянской модой отдает и с этой стороны опять же очень классный толковый кофейный столик повторяет те же изгибы те же формы его и вот такой уменьшенном масштабе и такие же изгибы и формы имеют все диванчики вся мебель здесь опять же вот эта часть поднята тоже мне это нравится потому что добавляет воздушности нету какой-то грузности здесь у нас вот и тут у нас отличные места подстаканник зарядка опять же и вот такой светильничек ночной это все ребята восхищает ну вот тут бы я какие-то бы кожаные или деревянные вставочки еще сделал вот но это уже совсем мелочи сверху вы видите динамики у нас большое количество света и спрятанный тент тент у нас прямо спрятанный в таком чехле да который аккуратно выглядит и опять же наши солнечные панели оливье руку по браво ну вот восхищает это меня они как элемент дизайна и в то же время как вот тут то тентование такое дополнительное от солнца они великолепно выглядят служат и ласкают взор и еще происходит вам электричество друзья мои то есть кокпит на пятерочку действительно он восхитил меня вот и закончим обзор нашего кокпита ну вот здесь у нас столик такой следу генератором ну или бы его побольше я бы сделал либо что-то другое здесь можно было разместить но опять же функциональность его найдет свое место вот так вот и смотрите какие шикарные ступени дерево здесь очень качественно использовано действительно красиво вот фьюжен у нас там притаїлся ребята еще один фьюжен знаете как пасхальные яйца прячу здесь спрятали фьюжены ну раз заговорили о ступенях пошли на флайбридж не пойдем в салон пошли на флайбридж так выходим на наш флай на наш флайбридж ну он да поражает размером действительно размахом скажем так то что хочется сразу увидеть насколько классно выглядят солнечные панели потому что солнечные панели ребят ну они не украшают яхту скажем тогда но здесь абсолютно другое здесь вот эти полупрозрачные стеклянные с хорошим кпд стеклолянные панели они действительно украшают яхту восхищают и ну просто отдельный респект оливье рокупо который соединил технологии и дизайн вот в таком виде смотрим здесь у нас большие румные диваны здесь лежать сидеть очень очень крайне удобно опять же здесь наши панельки красота просто красота и идем опять же диваны 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 у нас вот здесь напрашивается еще один столик здесь у нас есть один маленький но это уже будет хозяйское дело вот это у нас такая в задней части флайбриджа вот такая отдыхательная зона теперь давайте переместимся вперед и здесь мы имеем еще один камбуз ого моечка такая очень взрослая у нас этих камбузов но просто завались пять штук как я вам сказал холодильник шкафчики вот здесь удобно что-то сервировать то есть такой сервировочный камбуз с барной стойкой здесь его небольшое продолжение имеется я бы еще сделал здесь такую штучку для шампанского есть вот дамитик делает вот такие штучки для быстрого охлаждения шампанского переходим в наш центр управления полетами и смотрите какие огромные экраны черт плотов здесь кто скажет сколько я и даже не знаю 22 дюйма я такие даже и не встречал у нас 22 поста управления мы первому клиенту подарим карбоновый штурвал кто закажет такую яхту хотя мы уже приняли заказ на такую яхту блин да это был это должен был быть наш корпус вот но война смешала все планы что мы тут имеем на старборде у нас полное управление скрутками раскрутками генакер со скруткой генуя стаксель и погонги кашкота тоже управляется отсюда нас вы видите два пульта управления якорными лебедками брашпелями да то есть у нас здесь два якоря стоит вот здесь в носу две под рульки опять же наши троттлы стоит еще один фьюжен фьюженов здесь не меньше чем кухонь я уже насчитал наверное штук шесть то есть каждая в каждой каюте есть своя аудиосистема мне здесь все нравится кроме штурвала штурвал можно было бы сделать поприличнее вот и с правой стороны смотрите еще есть лебедка то есть у нас всего здесь пять лебедок три по центру анталовские хорошие лебедки стоят все электрические три лебедки по центру и на стаксель-шкоты заведены вот на эти лебедки по бокам нашего флайбриджа то есть вот отсюда вы полностью управляете всей яхтой вот по сути два человека будет достаточно но и посмотрите надо мной опять же это просто красота да эти панельки ну сделали мой день вот ну и здесь два окошка для просмотра за парусами хотя через вот эти большие иллюминаторы также можно наблюдать за парусами но здесь вы можете точно настраивать паруса следить за колдунчиками вот и когда вы поднимаете либо опускаете парус тоже вам здесь все видно здесь мы имеем три лебедки две 76 размера и управляют всем такелажом кроме стаксель-шкотов то есть генуа и стаксель заведены на вот эти лебедки а здесь вот анталовские чудесные такие лебедки мешки для шкотов достаточно все это хорошо сделано и смотрите интересные какие локеры стоят просто просто супер блоки блоки такого размера серьезного дальше мы на крыше видим наклеенные панели это флекси панели и опять же вот наши полупрозрачные панели которая вида из салона рулевой пост на пор сайде не обременен ничем но я обязательно бы заказал троттл сюда чтобы можно было управлять отсюда и в принципе еще бы какие-то мини дисплеи не помешали также здесь ребята мы видим лесенку такую дизайнерскую лесенку по ней мы можем выходить на крышу нашего флая и там работать с гротом хотя уже для такой яхты можно было бы поставить скрутку грота в бум вот она уже тут бы была на своем месте вот таким вот образом теперь мы попадаем в салон в салон нашей огромной тиры 80 и кроме кроме размера вы видите еще определенные изменения это изменение в отделке то здесь использовано уже другое дерево более дорогое то что вы просили новый дизайн посмотрите на эту перголову сверху и она очень красиво заканчивается опять же чудесными такими световыми иллюминаторами и давайте пройдемся что мы здесь имеем по правому борту у нас зона отдыха великолепные диванчики как я и говорил в кокпите здесь интересно то что практически нету параллельных линий вот и поэтому интерьер выглядит так достаточно природно вот он обладает каким-то шармом таким натуральным да вот посмотрите действительно большие большие диваны я не знаю сколько здесь людей может разместиться столик можно использовать любой в принципе он не прикручен здесь столик из мрамора сделан вот обратите внимание интересное место здесь для журналов и газет очень такая продуманная мелочь сверху для телефончиков вот продвигаемся вперед и здесь у нас смотрите такую вот панель здесь на ней расположена система управления всем нашим кораблем генераторы виктрон шайбер то есть все 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 сведено сюда и здесь вы контролируете все системы вашего катамарана вот так вот кожа очень хорошо отделана действительно просто шикарно приятно смотреть на эти строчки вот тут у нас идет спуск каютам в данном случае у нас как бы такая получартерная версия у нас нету вот этой прекрасной огромной мастер каюты но посмотрим я вам покажу что что мы имеем на борту у нас есть вип каюта теперь мы друзья спускаемся в нашу вип каюту здесь именно на этой лодке к сожалению нету мастер каюта она вот должна быть чуть дальше она в два раза больше чем данная каюта но уже здесь мы можем как бы ощутить размер да то есть тут уже все так по домашнему уютно по домашнему вот действительно очень хорошо поработали дизайнеры интерьера все очень продумано очень красиво и разбито на несколько зон то есть у нас зона санитарная здесь у нас душ находится умывальник очень хорошо что один умывальник они два маленьких один большой я считаю лучше чем два маленьких умывальника вот это уйдет нас настоящий мрамор натуральный мрамор вот есть везде шкафчики за этими зеркалами и здесь у нас небольшие шкафы то есть тут видите они не в полный рост вот с той стороны покажу вот большие шифоньеры вот таким вот образом и душ так как у нас открывается вовнутрь вовнутрь ребята открывается нормальный душ вот опять же отделка идет у нас чем тут натуральным мрамором круто посмотрите какая штука сверху какой у нас есть душик такой прям ниагарский водопад маленький вот как бы достаточно все просто лаконично и красиво по вашему желанию можно здесь сделать различные двери это допускается вот то есть какие-то изменения можно здесь вносить проходим теперь к нашей кровати кровать огромная ребят я еще не смотрел какого она размера но видно что два два с чем-то уже на метр восемьдесят не меньше мне нравится вот это изголовье которое выходит прямо вот к стене да выглядит очень круто фонарики не нашел где их включать вернее увидел где включать но они не включаются и опять же вот сильная фишка это вот такие коммереть для телефонов зарядками ухты usb c даже появилась вот так вот ребята вот все закругленное опять же очень приятно на ощупь и радует глаз но идем теперь в гардеробную часть гардеробно офисно такая вот часть у нас у нас здесь есть такой столик небольшой но опять же это больше не офисный больше женский да буду арчик здесь огромное количество вот всяких этих полочек всяких ныш парочек вот и всего вот такого ну таких приятных деталей мелких это всегда радует вот здесь везде стоят бортики то есть можно что-то положить себе полезное не полезное обратите внимание на эту подсветку очень хорошо и дизайнерски это все сделано вот вот эта часть мне нравится ну тоже очень красиво и продумано это все сделано она немножко зонирует и в то же время не как бы не делает глухую какую-то здесь вот часть здесь у нас притаился туалетик туалет с умывальником достаточно большой просторный да вот смотрите дверь интересно сделано на фурнитура уже такая побольше домашнего типа вот и здесь у нас друзья такие большие шкафы не здесь небольшие шкафы вот здесь большой шкаф здесь так вот для галстука но опять же повторюсь это гостевая вип-каюта это не мастер каюта вот что у нас здесь еще имеется здесь у нас имеется шкафчики вот так у нас дверь закрывается да да он закрывается в дверь и тут у нас еще два шкафа ну в принципе предостаточно места как для гостевой каюты еще раз повторюсь эта лодка готовится к чартеру поэтому у нее отсутствует нормальная большая мастер каюта вот которая должна вот выглядеть вот таким вот образом то есть вот на рендеринге вы можете увидеть как выглядит мастер каюта и она действительно впечатляет размером и если она в таком же дизайне сделано это будет класс это будет топ пульт управления ну достаточно лаконичный просто очень лаконичный два огромных экрана и троттлы у нас здесь стоят все здесь типа карт плотер здесь уже не нужно специальное кресло достаточно использовать вот такое кресло вы можете сами себе выбрать вот опять же количество буфетов здесь огромное спрятать можно все что угодно вот в этом месте предполагается устанавливать телевизор и давайте посмотрим левый борт здесь опять же много используется просто хорошая такая итальянская мебель домашняя вот и здесь мне тоже нравится решение очень много внимания к деталям смотрите вот вот эти штучки опять же они поднимаются очень легко их вытрусить очень легко за ними ухаживать вот вот эта часть очень интересная также цвет кожи можно изменить и над нами смотрите вот такие чудесные иллюминаторы они могут быть зашторены вот могут зашториваться и в них встроены солнечные панели опять же солнечные панели везде это очень мне нравится это очень действительно классно выглядит как с точки зрения дизайна так и с точки зрения генерации электроэнергии и за моей спиной самое красивое уютное место нашего салона смотрите такой виски конер ну или вайн конер или как вы пожелаете здесь у нас небольшой холодильничек винный места опять же для посуды знаете какой и один небольшой диванчик и вот такое чудное кресло здесь можно вот сидеть сидеть вот как то так как то вот так можно сидеть допустим хочется сказать сигарой но сигару здесь курить не хочется да вот очень интересное и хорошее уютное место далее а вот эта часть окон у нас увеличена до ссоре прошел дождик мы его из лярашеля привезли это первый раз наверное за лет пять в каннах прошел дождь вот увеличена и борт и борт видите идет у нас с прозрачной вставкой со стеклянной такой вставкой в итоге мы видим море увидим какие-то там катамараны на данный момент а так мы будем видеть прекрасный вид на море то есть света здесь предостаточная днк фонтен пажо соблюдено в этой части это радует потому что люди хотят видеть побольше моря даже находясь в салоне давайте осмотрим теперь гостевые каюты у нас по каждому борту две обычные гостевые каюты то есть у нас 4 вот таких обычных каюты одинаковых и 1 вип то есть 5 каютная версия и блок экипажа у нас вот это такая медленная каюта у нас тут все в стиле фонтен пажо просто более дорогой отделкой сделано более скажем дорогое дерево применено тут и мы имеем отдельно туалет вот кстати и отдельных душ и душик у нас располагается здесь на вот душик у нас здесь притаился вот таким образом собственно все опять же в стиле большой иллюминатор напротив хорошей большой кровати длина кровати здесь два метра уже тоже это не может не радовать друзья мои мягкое изголовье можно сделать тканевая можно вот из такой кожи все вот эти штучки здесь присутствуют вот опять же здесь может выехать телевизор и закрыть ваше прекрасное окно ваш прекрасный иллюминатор вот и пройдем давайте носовую каюту такая же кровать у нас здесь у нас отличие главное что совмещенный санузел то есть у нас здесь душ с туалетом везде большие туалеты большие унитазы стоят вот что здесь тоже телевизор боже ну маниакальные люди по телевизорам вот и двойной иллюминатор для жесткости видите он разделен так надо и все можно затемниться это любой иллюминатор можно так сделать все опять же закруглено до безобразия вот под всеми кроватями как обычно есть ящики только здесь вот смотрите как они сделаны они раздельные двойные вот ну наверное имеет смысл собственно говоря и вот смотрите какой здесь шкафчик интересный да то есть дизайнеры поработали на славу класс не нравится и заканчиваем и наш обзор вот таким вот камбузов камбузов у нас здесь ребята пять штук пять штук камбузов вот хорошие яхты должно быть большое количество камбузов здесь у нас идет искусственный мрамор моечка да вот обратите внимание какие защелки на дверях мы их вам показывали на алюрисе 51 тогда они меня еще смущали но работают они хорошо действительно очень приятно вот поэтому ну вот здесь еще можно чего-нибудь как бы доставить какие-то холодильники вот и оборудовать по вашему желанию вот так вот а теперь пойдем дальше так и теперь мы опустимся в блок для команды такой крю блок то есть здесь друзья мои для команды имеется свой вот такой блок с душами с каютами с кухней с камбузом и вот с небольшим обеденным столом то есть команда здесь может себя чувствовать приватно а вот есть вход из салона и есть такой вот выходик даже не в кокпит а в сторону набор хорошая просторная кухня здесь можно работать вдвоем двухлинейная кухня видите здесь уже идет техника мили по умолчанию и с этой стороны какая-то огромная мойка давайте я хоть посмотрю а тут со столом она да ну все равно мойка впечатляющий ой сори, впечатляющих размеров вот обратите внимание вот на вот эти штуки это уже такие замашки на профессиональную кухню достаточно света вот такой профессиональный смеситель стоит то здесь все прекрасно все достаточно хорошо сделано холодильник шириной 80 сантиметров милле или кстати не делает сам холодильника заказывает на липхере так что это вот липхер милле у нас такой холодильник далее смотрите здесь у нас каюта капитана имеется с вот таким вот выходом туда наверх ну здесь капитан может капитан жить собственно говоря и у него здесь свой туалет свой туалет вот по кухне мы не будем сильно тут заниматься открыванием шкафов могу сказать что ну все достаточно хорошо такого сделано очень там приятная и отработанная кухня оснащена абсолютно всем все здесь есть и посудомойка и холодильники морозильники всего предостаточно идемте пройдем дальше я вам еще покажу еще состоит этот крюблок да вот таким образом он у нас закрывается доведите все у нас тут никто не видит смотрите вот здесь очень толковый толковая каюта с раздельными кроватями шкафы вниз спустили потому что она на мост заходит ну правильно отлично вот и тут у нас ребята сейчас на этот у нас туалет и душ туалет и душ и как я сказал вот тут у нас находится такой вот обеденный блок в принципе четыре человека здесь может разместиться вот и внутри у нас еще морозилки стоят вот под этими сидушками еще установлены морозилки вертикального типа очень хорошая вещь то есть они достаточно экономичные вот какая большая яхта не было про экономию электроэнергии надо думать по сути это уже уровень супер яхты вот и пошли дальше ну что ж друзья вот это была наша маленькая экскурсия на тиру 80 от фонтен пажо яхта действительно удалась в лагун и сан риф получили действительно достойного конкурента все как бы переживали об этом но лодка состоялась во всех смыслах да это первый корпус может нужно довести некоторые нюансы что-то нужно еще до полировать но концепт решение продуманность выше всяких похвал действительно это так на технологичная энергетически независимая и так далее так далее для кого это яхта это яхта в первую очередь для людей которые хотят путешествовать то есть это дом для семьи которая действительно хочет путешествовать почему потому что в отличие от конкурентов в этом классе это ходкая яхта которая управляется малым экипажем и лодка с небольшой ценой содержания и с небольшой ценой навигации то есть если вы хотите путешествовать действительно эта лодка будет вам помогать в этом и она будет провоцировать вас путешествовать потому что она достаточно ходкая она экономичная и удобная в управлении вот друзья мои поэтому верфь уже и приняла достаточно заказов кроме этого будет моторная версия моторная версия этого катамарана я думаю что тот кто купит эту яхту он насладиться а если вы уже захотели такую лодку обращайтесь приедем на верфь посмотрим выйдем в море на этой яхте может быть вы станете обладателем этой лодки которых делаются всего две штуки в год и может вы сделаете самое правильное решение в своей жизни а с вами был саша горон пишите мне звоните я буду рад помочь вам с выбором лодки с обучением и зусринамось